Успешное будущее нации во многом зависит от молодого поколения, которое растет в любви и безопасности. А обеспечивать детям комфортную жизнь и способствовать их социализации, в первую очередь, забота взрослых. Именно об этом шла речь на городском родительском собрании. Тема важная, актуальная, особенно в преддверии летней оздоровительной кампании. В городском родительском собрании принимали участие представители органов внутренних дел, учреждения здравоохранения, Бобрусского гороиздела по чрезвычайным ситуациям, Бобрусской городской организации «Освод». Всего в зале присутствовало более 130 родителей. Тематические игры и уроки – отличный способ просто и понятно донести детям правила безопасности. В Центре ДОП образования для родителей организовали интерактивную выставку. Показали, как приучить малыша очистить зубы и мыть руки, соблюдать ПДД и не играть с огнем. Дали и несколько полезных советов. Не оставлять детей от них без присмотра. Если малолетние дети – однозначно. На детской площадке, в песочнице играют или на каком-то небольшом водоеме всегда должны быть под присмотром. Если же взрослые, то до этого нужно было научить детей, все-таки, как вести себя в определенных ситуациях. С подростками проблема куда острее. Отсутствие родительского внимания и сомнительные кампании приводят к печальным последствиям. Один маленький на первый взгляд проступок оставляет большой след на всю жизнь. За 2021-й в Бобруйске зарегистрировано 23 преступления с участием несовершеннолетних. Каждая третья – хулиганство. Но наиболее актуальная проблема сейчас – распространение наркотиков. В первую очередь, это нужно разговаривать со своими детьми, интересоваться, что у них происходит в жизни, в школе, что им интересно, чем они увлекаются. Не весь контент, который можно найти в интернете, подходит для детей и подростков. Ни сайты, ни соцсети не несут опасности сами по себе. Однако родители не могут знать наверняка, кто находится по ту сторону экрана и какую цель преследует. Загляните в телефон и проверьте, нет ли там сомнительных переписок или приложений. Также можно установить безопасную программу, чтобы контролировать контент и знать, чем занимается ваш ребенок. Здесь и сейчас. Зачастую именно таким принципом руководствуется молодежь. А это настоящая находка для дилеров. Пример тому последнее громкое дело об обруйских трафаретчиках, которые успели наследить по всей стране. Все началось с объявки. Легкие деньги в популярной соцсети. Надо всего-то наносить надписи с рекламой на фасады зданий. Работа не пыльная и заработок для 22-летнего неплохой. Но только на первый взгляд максимальное наказание в этом случае до двух лет лишения свободы. Что вам предложили? Предложили легкий заработок. Данный заработок легкий? Легкий. Но расчет за собой очень плохие последствия. Доверительные отношения – первое правило для каждого родителя. Дети, как пластилин, легко поддаются внешнему воздействию. Чьи советы и помощь будут влиять на их жизнь – решать вам. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.